Добрый день, меня зовут Андрей, я руководитель отдела продаж компании GloboPro и в этом видео я расскажу вам, как подобрать модель проектора для проекции на асфальт. В первую очередь мы определяемся с местом, куда будем проецировать изображение. На нем должно быть минимум света. Света от наружного освещения, от вывески, от витрин. Следующим шагом мы выбираем точку установки проектора. Идеальная установка проектора прямо напротив поверхности. Понятное дело, что в большинстве случаев это невозможно. Поэтому допускаются углы до разумного искажения картинки. Сколько это? Для круглых изображений рекомендуется применять угол до 30 градусов. Для изображений надписи, логотипов, то есть изображений, в котором нет круглого чертания, угол может быть гораздо больше, до 45 градусов. После того, как мы определились с точкой установки проектора и поверхностью, на которой мы будем проецировать изображение, мы определяем расстояние точки установки проектора до поверхности, на которой мы будем проецировать изображение. Как правило, для проекции на асфальт это расстояние небольшие, от 3 до 5, в редких случаях до 6-7-8 метров. То есть это высота конца первого этажа, высота вывески. Иногда мы ставим проектор над входной группой. Это тогда, когда мы хотим получить как можно более яркое изображение, тем более, если мы хотим, чтобы его было видно в светлое время суток. Итак, для проекции на асфальт применяются 3 модели проектора, в большинстве случаев. Бюджетная модель это Goba Pro X55, мощностью 55 Вт, цена по акции на нее 15 555 рублей. К ней, к этой модели идет одноцветный слайд в подарок. И ее вполне достаточно для проекции рекламы после захода солнца. В большинстве случаев проектор устанавливается на высоту 3,5-4 метра. Как я уже сказал, это высота конца первого этажа. И для этих целей, для работы после захода солнца, Goba Pro X55 более чем достаточно. Доставка у него в подарок нужно будет доплатить за дизайн макета. Стоимость изготовления слайдов проектора зависит от количества цветов на слайде. Каждый цвет на слайде стоит 1500 рублей. Приведу пример. Вот у нас изображение Макдональдс. Здесь у нас зеленый, желтый и белые цвета. Это двухцветный слайд. Почему? Потому что белой краски на слайде не существует. Это свет самого светодиода. То есть на слайде у нас всего два цвета. То есть слайд двухцветный. Каждый цвет стоит 1500 рублей. С проектором Goba Pro X55 один из этих цветов будет для вас в подарок. То есть двухцветный слайд наподобие вот этого будет стоить для вас 1500 рублей. Следующим проектором идет по яркости, ну и по стоимости, идет проектор Goba Pro GBP4004. До появления на рынке Goba Pro X55 это был хит продаж. Почему? Потому что, ну, во-первых, он в два раза ярче. Что самое главное, да, наверное, для проекторов. У него два года гарантии. Это не значит, что X55, у которого один год гарантии, он хуже, чем 4004. Нет. Просто рынок требовал бюджетной модели. И мы сделали Goba Pro X55 бюджетным в том числе и за счет одного года гарантии. Также к нему идет одноцветный слайд в подарок. Дизайн макета при этом к нему идет в подарок. И также доставка у него бесплатная по России. Когда применяется Goba Pro GBP4004, мощностью 40 Вт? Тогда, когда мы хотим получить хорошее яркое изображение еще до захода солнца. Но, если мы хотим получать яркое изображение до захода солнца, нам необходимо устанавливать проектор как можно ближе к поверхности. То есть, каждые 30 сантиметров расстояние от поверхности, от линзы проектора до поверхности, это что-то около 500 люксов. То есть, каждые 30 сантиметров значительно уменьшают яркость проектора. То есть, нам нужно установить проектор прямо над входной группой. На расстояние 3 метра, 3,30, где-то в этой области. Да, картинка будет при этом не большая, но зато яркая. К слову сказать, каждый метр расстояния между точкой установки проектора и поверхностью увеличивает диаметр изображения на 26 сантиметров. То есть, если у вас расстояние 3 метра, соответственно, диаметр изображения у вас будет около 80 сантиметров. Что нам даст 4004? Он нам даст примерно с расстояния в 3 метра степень освещенности около 3500 люксов, что позволяет нам с уверенностью говорить о том, что изображение будет хорошо видно где-то примерно за полчаса, за час до захода солнца. Чего это вообще, в принципе, зависит? Это зависит, естественно, от степени освещенности, от нашего естественного источника света, то есть от солнца. Соответственно, степень освещенности на улице будет зависеть от времени суток, от времени года и от погодных условий. То есть, если у нас зима и пасмурно, то проекта 4004 мы можем включить гораздо раньше. И, в принципе, я знаю, что есть прецеденты, когда его эксплуатируют практически в зимний период времени, начиная уже с 3-4 часов. Но это происходит, даже в ясную погоду, это происходит тогда, когда проекта проецируют, безусловно, на улице, которая полностью находится в тени. В следующем по яркости идет проектор Губопром X100, мощностью 100 Вт, цена по акции на которой 29 990, без НДС. К нему не идет одноцветный слайд в подарок, за доставку нужно заплатить, и за дизайн макета нужно тоже заплатить 450 рублей без НДС. Но этот проектор даст вам яркую картинку, максимальное количество времени в сутках, поскольку при установке на высоту 3 метра или 3,30, в высоте, о которой мы говорили, даст вам степень освещенности примерно 7,5 тысяч люксов. Это говорит о том, что проекцию будет видно даже в летние солнечные дни, разумеется, только в тени. Итак, подведем итог. Значит, если вы планируете применять проектор после захода солнца, вам достаточно Губопро X55. Если вы хотите, чтобы проекцию было видно пораньше, в сумерках, в зимние пасмурные дни, за час, за два до захода солнца, тогда вам нужен Губопро 4004. И если вы хотите получить максимальное время в сутках, тогда, конечно, вам нужен Губопро X100. Все вышеуказанные модели есть, как правило, всегда есть на нашем складе. Срок формирования заказа по статистике не превышает трех рабочих дней. Это с учетом изготовления слайда и согласования его с вами. Отгружаем мы нашу продукцию с нашего склада в городе Матищи, курьерской службой СДЭК. Для того, чтобы сделать заказ, вам необходимо прислать нам на электронную почту ваши реквизиты. Реквизиты получателя вашего заказа, то есть ближайший пункт выдачи СДЭК к вам. И фамилия, имя, отчество и номер телефона человека, который, собственно говоря, и придет в этот пункт выдачи, чтобы получить ваш заказ. Стандартная схема работы выглядит примерно следующим образом. Мы выставляем вам счет, вы его оплачиваете. Оплатить счет можно частично, то есть сначала там работу дизайнера, например, из слайда. На ваше усмотрение можно полностью. После того, как мы видим оплату с вами, связывается наш дизайнер. Как правило, происходит это по WhatsApp. Вы даете дизайнеру техническое задание на изготовление макета слайда. Дизайнер подготавливает вам 2-3 варианта. После того, как макет слайда согласован, макет слайда мы передаем нашему менеджеру, который изготавливает слайды. У нас, собственно, производство по изготовлению слайдов. Срок изготовления слайдов несколько часов, в том числе и полноцветных слайдов. Стоимость полноцветных слайдов 8,5 тысячи рублей. Что такое полноцветный слайд? Ну, по сути, это фотография. Иногда нет возможности обойтись двумя-тремя цветами, просто потому что в логотипе, например, есть градиент. То есть переход из одного цвета в другой. Тогда необходимо применять эту самую полноцветную печать. Наверное, стоит отметить, что компания Губа ПРО на сегодняшний день единственная в России, которая имеет оборудование здесь, в России, для изготовления полноцветных слайдов. Поэтому срок изготовления полноцветных слайдов на нашем оборудовании такой же, как и обычных. То есть фактически он длится несколько часов. После того, как слайд готов, его передадут на наш склад. На складе его ставит проектор. Проектор проверит, сформирует пакет документов и передадут в курьерскую службу СДЭК, о чем вы получите уведомления на электронную почту. Если у вас остались вопросы, вы можете позвонить на номер, либо прислать нам письмо, в котором вы укажете модель проектора, вложите туда ваши реквизиты, реквизиты получателя и укажите, какое количество цветов будет у вас на слайде. Это, наверное, все основные моменты, которые хотелось бы до вас донести. Спасибо, что делили время. Не забывайте, что у нас до конца месяца проходит акция, по которой вы получаете скидку и подарок. И мы будем рады вашим заявкам. Спасибо, что делили время. Хорошего дня вам. Всего доброго.